здравствуйте уважаемые любители рок музыки мы начинаем свое очередное рок путешествие только на этот раз по московским рокерским местам питере мы побывали а тут как сапожники без сапог живем в москве они еще не показывали вам поэтому решили исправить эту ошибку и сегодня мы начнем с хард-рок кафе в питере посмотрели все артефакты увидели и здесь сейчас посмотрим тем более сегодня концерт одной кавер-группы которая будет играть и знаменитые рок-хиты сейчас мы посмотрим чем питаются московские рокеры хард-рок кафе сейчас все оценим сравним там великолепно готовили в питере что делать здесь пойдемте ну здесь по оригинальней чем питер ручки а дексоны наверное пойдемте не пошла бились и тут есть на второй двери в отличие от питерского московское хард-рок кафе сразу же создает правильное тематическое рокерское настроение прямо на входе стоит ударная установка бас-гитара и фендер страта кастер возле которых можно сфотографироваться и даже взять их в руки и попозировать правда с фендера предусмотрительно сняты все струны видать орвали их неоднократно ну что магазинчик есть неплохой кстати аккуратный все есть но вот тут гитары покруче гляньте ричард блэкмарк продакастер его знаменитый а здепёрква а тут твигера мир гитарист мэрлин мэнсона а покруче чем в питере магазин фирменных товаров также неплох и удобно расположен сразу справа от входа не мешает посетителям кафе и через него не надо проходить как в питере ассортимент практически тот же в начале меня так же как и в питере обнадежили что найдут какую-нибудь одежку на меня но оказалось что и здесь ничего нет на маленьких и худеньких мальчиков таких как волощук sd размера у них заканчивается на 2xl а у меня начинается с 3xl недоработка хозяев магазина и в питере и в москве все-таки среди рокеров немало маленьких и худеньких мальчиков которые любят пиво и свиные ребра не учитывают американские владельцы наши русские необъятные души и тяжелые характеры начинающиеся от 100 килограммов красивый телекастера у меня их несколько штук но этот прямо выдающийся но самый знаменитый конечно гита ричард сайт желтый ярко-желтый только женщин я предлагаю начать судьи озборна пойдемте вот великий и ужасный кстати один из моих самых любимых рок-музыкант а его песня мама я хочу домой он канху вот заквал такое соло закрутил что просто высший пилотаж это лилийки ромбузыкант гитару в руки но делать великолепную музыку потому что у него великолепные музыканты гитаристы паровать класс вот гитарка джона бон джо ви а чем знаменит джон бон джо ви а вам расскажу недавно было собрание экспертов зала слова рок-н-роллы и попросили а кого вы исключили в первую очередь вы сказали джона бон в питере я уже говорил об этом в одном из рок путешествий но думаю не так много людей смотрела тот мой пост поэтому для вновь прибывших я очень кратко расскажу про историю хард-рок кафе заведение как бренд было создано двумя американцами тигретом и нортоном в 1971 году в лондоне название взяли у одного придорожного кафе фото которого было размещено на одной из пластинок группы doors дело хорошо пошло и бизнес скоро стал сетевым с заведениями по всему миру в 2006 году отцы основатели продали сеть индейскому племени семенолов за почти миллиард долларов вот так вот неплохо развернули бизнес предприимчивые американские ребята на данный момент времени насчитывается порядка 400 кафе по всему миру в пятидесяти странах а вот моя любимая басуха рикен беккер 4003 красавчик том петерсон и щип трик я конечно чип трик не очень люблю но бас-витара великолепная вот скажи вот как можно носить такую бейсболку за битлз и не снятся возле этой четверки а вот они красавчики сзади за битлз а это второй мой любимый музыкант вернее он самый первый пол мака вы не просто так признали величайшим композитором двадцатого века это потрясающий мелодист потрясающий организатор ну все у него классно даже в последнюю пластинку выпустили не уходишь и пилотаж казалось бы человеку раз застелить вот такую музыку делает гитара джона интесла из за ху хорошая группа особенно мне нравится песня их behind blue eyes которую еще лучше исполнили лимбитский но просто высшего класса без одни стран так а старый помните у эрика клептона коллекция больше трехсот страта кастером ты его любимая гитара она действительно потрясающе вот звук страта кастера нищем нельзя спутать для опытного гитариста он сразу слышит что играется на старта кастер и соло вот они московское хард-рок кафе было открыто в 2003 году в 44 доме по знаменитой московской пешеходной улице арбат заведение достаточно большое три этажа площадь 2100 квадратных метров и сделано в стиле английского паба на втором этаже находится сцена и проходят концерты различных рок-групп но наблюдать и слушать музыкантов удобно из третьего этажа который конструктивно представляет собой консольно-балконную конструкцию на каждом этаже московского заведения все стены увешаны рок-н-ролльными реликвиями и артефактами гитарами пластинками плакатами картинами предметами одежды сценическими костюмами звезд рок-музыки очень много различных гитар а вот шубейка джимми хендриса человек уже тогда боролся за права животных она из искусственного меха кто-то у нас в россии все любят шиншиллу в норку и соболей а там уже давно синтепоне ходят а вот сзади висит гитара из морального кодекса вот у меня в детстве первая моя профессиональная гитара была именно такая вот именно прям синие с лучами белыми потрясающе но это правда был болгарский архив при детстве вспомнил а вот тот даже гитара какого-то гитариста а просто памятник гитаре это он знаменитый лес пол которая считается символом рок-музыки ну кто только на ней не играл ну кто угодно все величайшие гитаристы играли на лу-гитара на фендерах стратокастера и на гибсона плейс полах обязательно у хорошего гитариста и цвета и другая звук совершенно разный у меня в коллекции их 4 немного я видел таких оригинальных гитар это гитара эрика блума из глюка эстер-калл группа древнейшая я считаю с музыкой их не очень хорошо знаком но гитара потрясающе не знаю что она означает но но красивая носа прикоснуться к великому надо битвы ты сиди си обратная сторона он и продолжаю прикасаться к великому стил мой любимый великий ужасный озди надеюсь что когда-то и мои стихи будут выдвинуты на нобелевскую премию по литературе как угловая тела я буду старый он первый номер свой ряд а второй в отличие от питерского hard rock кафе в московском выступает группы там было запрещено мы были дважды за месяц ни одного выступления было здесь сегодня выступает некая кавер-группа гуси файер которая играет старые проверенные хиты рок команд различных времен и народов послушаем как играют люди hard rock кафе в московском это не мне не подумайте плохого обо мне это мои супруги а мне вот только вот это я больше не заслужил и сегодня я днем кофе но кофе от ничего вкусный но я украду у своей супруги одну креветку пока она не видит пока разнимает что-то снимает меню практически а а а а а а а ну что ребята начали резать Узок! Тихо! 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 Круче! Тихо! Это единственная их собственная песня, он ее пыт в долю, а по боксолову. Меню традиционное американское. Бургеры, свиные ребра, креветки, салаты, закуски к пиву. Все вкусно, так как отработано годами. Обслуживание отличное, вежливо и быстро. По вечерам неплохая живая рок-музыка. Считаю, что любому человеку, даже особо не интересующемуся рок-музыкой, будет интересно зайти в такое заведение, которое совмещает в себе и интересный арт-объект, и неплохое заведение общепита, где можно достаточно недорого и вкусно перекусить и выпить. Я хорошо знаю Арбат, за это заведение ему будет не стыдно. И сголодал мальчонка. Берни традиционный. Это тоже на диете, как я. Девчонки, спасибо огромное. Поеду к детям, рассказываю, как мэр-эпэнсом искудал. Куда-то могут оказаться. Наверное, как я на диете сидит. Да, есть? Что с ним славой? И все. Главное, девчонки, счастливые. Рокового фара. Рассказываю о первых впечатлениях. Провожу сравнительный анализ с питерским Rock Hard Rock Cafe. Здесь намного лучше. Три этажа, артефактов намного больше. Меню чуть-чуть пошире. В принципе, те же традиционные блюда, но немного больше. Музыканты играют вживую. Неплохо играют. Вот так бы я сказал. Неплохо. Для кафе кавер-группа неплохая. Играют различные старинные мелодии. Начали прям с Led Zeppelin. Резко. Так что ставлю 5 баллов в кафе. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Из истории Иван без цензуры. Расскажут рокер Валащу. Валащу. Валащу.